Любой выезд из гаража для этих автобусов может стать последним. Автопарк зоологической старейшего Екатеринбурга закрывается. Причин тому несколько говорят на предприятии. Во-первых, многие помещения и корпуса нуждаются в капитальном ремонте. А во-вторых, муниципальные перевозчики решили двигаться дальше, в будущее. Это предприятие в будущем будет готовиться под прием новых газомоторных автобусов в рамках той программы инвестиционной, которую сегодня разрабатывает предприятие вместе с городом. По замене и по увеличению количества эксплуатируемых автобусов в нашем объединении. Этот парк обслуживает с десяток городских маршрутов и практически все городские автобусы. Здесь находят цех по капитальному ремонту машин. Однако в мэрии, говорят, на перевозке пассажиров закрытие никак не скажется. Технику, которая тут базируется, распределят по двум оставшимся автобусным предприятиям. Это первый шаг оптимизации всей транспортной системы Екатеринбурга. Реформа вскоре объединит не только парки, но и целые предприятия. У нас в городе есть три муниципальные предприятия. Два из них осуществляют работу по наземному транспортному обслуживанию. Ну и, конечно, давно велась речь о том, что нужно эти предприятия объединить, потому что услуга, которую они предоставляют, в принципе, в городе одна. И объединяя эти предприятия, мы считаем, что мы повысим эффективность выполнения транспортной работы. После объединения этих предприятий в единый центр под рабочим названием ГорТранс там будут трудиться более 6 тысяч работников. Сокращения штатов, обещают чиновники, будут минимальными, ведь количество транспортных единиц не уменьшится. Реформа лишь оптимизирует все процессы и диспетчерские службы. Сейчас уже, наверное, лишь ленивые не знают о том, что отрабатывается новая маршрутная сеть. И это, в том числе, и поможет избавиться от тех неявных, но параллельных маршрутов, которые сегодня и существуют. В рамках администрирования это сделать чуть сложно. В рамках одного, одной хозяйственной единицы, это сделать можно достаточно легко, без особых потерь. Чиновники заявили, что грядущее слияние никак не повлияет на тарифы. Они останутся прежними. Объединиться в единое целое трамвайно-троллейбусное управление и МУАП должны до конца 2018 года. Роман Цумин, Главные новости Екатеринбурга.